Всем привет! Вы на канале Роман Гоу Я совершаю автопробег Через всю страну 10 тысяч километров И в этом автопробеге Вводится новая рубрика Обзор русских деревень Ну а также хочу напомнить о тем, кто не знал Сказать, что путешествую я на уникальном автомобиле Это K-Car С тремя цилиндрами Это черный бриллиант Вот в таком эпичном месте я сегодня Ночевал Да, это огромные камни И вон там маленький бриллиантик Возле кафешки Тут то ли музей тракторный То ли что Стоят трактора Один он вообще на постаменте Выше всего забрался Ничего себе Васек Из Омска Перевозит в какую тачку Какой-то американский Грузовик А K-Car Видите, тут даже может и с обочины вниз съезжать Я предлагаю посетить Село Знаменка Вот здесь конкретное такое строительство Хоть в селе меньше тысячи человек живет Очень-очень масштабно все разворачивается Дорожное покрытие может быть разное Даже очень разное Поэтому дальше я отправляюсь пешком Тут в селе всего 9 улиц Поэтому я думаю пешком комфортно будет все посмотреть Основано это село в конце 17 века Ну и до 1917 называлось по-другому Торго Основным занятием жителей было Заготовка и торговля пушниной То есть это с историей села Вот на въезде сразу остановка стоит Дома некоторые вот видите Пустующие стоят То есть там никого нет Оказывается средняя температура Самого теплого месяца Но сейчас июль идет Так и есть здесь 18-20 градусов То есть я видимо в климатическую зону такую приехал Что здесь стало комфортно существовать Ну а зимой в январе тут минус 28-30 градусов Вот здесь такой скверик Асфальтированная территория Урны возле каждой лавки урна Только здесь закрыто Вот магазинчик первый Называется Александр Всем Александрам привет А вот тут такая красота открывается Течет река Нерча А он на другом берегу Там село Беломестного В нем население всего 162 человека Вот кстати видно следы от машины И они ведут прямо в воду Вот тоже Там я тоже видел И кстати видно что здесь подтоплено То есть видите деревья Деревья вот они даже большие крупные деревья Они все в воде Ну так тут конечно Конечно лепота Там вон коровы пасутся далеко-далеко Вот на этой на сопке или что это На холме на этом Вон там тоже пасутся коровы А вот судя по всему главный вход В основную действующую школу Вот рядом со школой детский садик Картинки Видите всякие лисички Колобки Еще один магазин Черемушки У его же магазина Там быстро объявление висит Тут детская площадка Ну и вот это судя по всему центр Знаменки Вон там Ленин Памятник солдату А это вот дом культуры И библиотека Написано Вон отсюда видно Трасса Федеральный Амур Это вот Почта России Отделение Чем живет сейчас это село Ну из того что я увидел Сельское хозяйство Торговля Ну вот там Кто на почте работает Или там Кто библиотеки Народу не так уж много А вот это самое высотное здание В Знаменке Двухэтажное Первое которое я увидел Ну из живых я имею ввиду Ё-моё Как я на Кейкаре пробираюсь Я вообще даже И даже не знаю Вроде Вроде уже едешь Думаешь Ну блин Ну здесь точно не поеду И в итоге проезжает Не знаю Может дело в прокладке Между рулем и сидением Вот кстати второй поворот на Знаменку И здесь есть заправка Если что Ребят имейте ввиду Кто поедет Потому что Не так конечно Что здесь Там полтысячи километров Не было заправок Но 150-200 километров Бывают участки Здесь В этих краях В Забайкалье Ручей называется Дуралей Не повезло Этому ручью Смотрите Бензин стоит То есть в принципе Заправки уже начинаются До Читы Осталось 208 километров Вот у меня бензин На 244 Проехал 500 километров Вот осталось 4 деления у меня На баке Значит В Якутии Машинки тут Катаются Я думаю Сейчас Здесь они уже На Байкал едут То есть Там тоже Много отпускников Сейчас сезон отпусков Зарплаты Там хорошие Денег В Якутии Много Как мы знаем И они едут По отпускам Значит Кто на Японское море Кто Соответственно На Байкал А может И дальше А может Даже кто-то И на Черное море Ездит Да ребята Мой первый обгон За сегодня 5400 У него Крутой номер Можете Поздравить меня И тут же Тут же Тут же Меня Начинают Наказывать Обижать Смотрите Деревня Как раскинулась По горам Как красиво Ну вот Местным жителям Туда-сюда Представляете В магазин Сходить Даже в гору Карабкаться Туда-сюда Вниз Вверх Вниз Вверх И так Всю жизнь Это уже Ну не очень Красиво Не очень Комфортно Как среда Проживания Среда Обитания А я тут Кое-что Заприметил Кстати Вот смотрите Вот смотрите Такой памятник Стоит здесь Памяти павших Все та же Деревня Бога Мягкого А вот на другом Берегу Реки Халангатуй Там тоже Какой-то Мемориал Стоит Солдат Как все происходит Я все вам показываю Ну а Самые успешные Самые умные люди Как известно Всем Они находятся Где? В комментариях Все разъяснительные Объяснительные Материалы Читаю у меня В комментариях В сухпайке Армейским Даже вот Жвачка предусмотрена Достаточно вкусная Вот кстати Кто-то на велике Смотрите Путешествует Да Конечно Вот эти леса Горы Сопки Это конечно Классно Но вот эти горы И сопки На велосипеде Это конечно Я не представляю Как они Туда-сюда Заезжают Это когда Ты на Кейкаре Едешь Тебе это В сладость Понимаете Ножки стоят На полу Вот смотрите Вот круиз Ключил Хоп Скорость Зафиксировал Ноги стоят На полу И ты просто Едешь И наслаждаешься Вот Ты просто Концентрат Природы Принимаешь На себя А когда на велике Да еще и в жару В ту Приморскую Ну я не знаю Ребята Это Я конечно Я хочу Путешествовать На велике Хочу как-нибудь Попробовать Но как-то Не совсем летом Где-нибудь осенью Вот так вот Кстати Когда едешь Таким темпом 80 Там 85 90 Плюс-минус Очень легко Останавливаться Знаете Когда даже едешь Там 110 Ну вот Я Сколько по трассе Гонял Ты Обгонял Только все Особенно там-то Трафик На западе Офигенный Ты только всех Обогнал Тихоходов Всех бригадиров Обошел Тебе Охота покушать Охота в туалет Останавливаться Никак не хочется Потому что ты понимаешь Что сейчас опять Будут Стыкают Знаки Обгон запрещен Опять Машты Тоннели И так далее И ты опять Будешь плестись Понимаете А то Это очень легко Ты никого Не обогнал Как бы Мой максимум Там один трактор Какой-нибудь Или Одного тихохода И все И терять тебе Абсолютно нечего А когда нечего терять Это легче всего Жизнь хороша Когда Валишь На кейкаре Не спеша Но к сожалению До 4 Я скорее всего Сухим не доберусь Потому что Нас ждет Ливень Вот здесь Видите В горах Температура Дороги 35 Воздух 21 Дороги 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 У нас значит река Широкие лопатки Тем временем Два деления Осталось на баке 635 километров Проехали Ну расход Такой же 26,5 Вот такие вот виды Воздух широких лопаток Офигенные Вообще Вообще Чита Оказывается Я не знал Что это горный Такой город Тут по карте Прям Горы Прям рядом с Читой Прям не сопки А гора Там Километровая Одна Гора Другая Километровая Я конечно же Туда сейчас Поеду Лампочка Тока Загорелась И проехал Я 650 Километров То есть Одно деление Осталось На 61 Километр И как раз Вот сейчас Будет заправка В принципе Через 30 Километров Что будет Я до туда Еще доеду Но Можно и здесь Будет заправиться Вроде там Народу много Значит Должна хорошая Заправка быть Так что Вот так вот Ребята Доказали мы Что На таком автомобиле На Кейкаре Канистру Можно и не возить Даже в Забайкальском крае С собой Бензин стоит 51.20 Второй Пятый 54.10 Смотрите Плюхнул десятку Но чуть меньше Там на 500 рублей Пол бака Добавилось Нормально И на сколько На 327 километров Ресурс увеличился Так вот По итогам 650 километрового Пробега Значит Расход Вот 26.6 У нас 100 километров Разделить На 26.6 Получается Вот смотрите 3.76 Я считаю Достойно Достойно И это еще Я до щелчка Заправился Ну просто Оплатил Так 25 литров Как раз До щелчка Хватило А там еще Литра полтора Можно было бы Набулькать А полтора литра Это 40 километров То есть 700 км На этой машине Ну вот если Вот так В таком темпе Идти Как я А это еще И холодный запуск У меня был Если еще И одним днем Идти Еще будет меньше Расход Потому что На холодную Даже если Прогреваешь Начинаешь ехать Сразу Даже 500 километров Проехал И даже С учетом 500 километров Пробега У тебя Расход Увеличивается На глазах То есть Ну на какой-то Промежуток Времени Короче Мощно 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 Никакие Канистры Не нужны Никакие Дороги Не страшны Рвем дальше Офигеть Температура 14 градусов Встала Дождь Пошел Прохлада Прям Прохлада Такая прохлада Она радует Путешествия А вот и пост ДПС Получается Третья Он у нас По счету Ну что Хочу первое Сказать Значит Что Природа Здесь Это уже Под чето Я нахожусь Офигенная Просто Ну и второе Что я хочу Сказать Это то Что С находки Со старта Своего Автопробега Я проехал Уже ровно 3000 километров Можете меня С этим поздравить А я давно Не забирался Ни на какие горы И тут Как раз Под Читой Есть хорошая гора Я вот сейчас Хочу разведать Как тут Зайти-то на нее Лучше Вот ее Отсюда видно Короче Я пошел На разведку Посмотреть Здесь Я не здесь В итоге Без воды Без ничего Вообще Только с камерой Телефоном Вроде как Здесь Только все Начинается Здесь вот такое покрытие У камней Мок такой Разноцветный Ни фига камень Ой Тут уже Видон Офигенный А что будет Сверху Я не знаю Даже Ой Отсюда грохнуться Ё-моё Что будет Блин Адреналинчик Вообще Зашкаливает На многих Видео Я смотрел Целую экспедицию Собирают А ваш Блогер Просто Пошел Посмотреть Дорогу Забрался На Изи Да Ну тут Природа Охеренная Вообще В Чите Чита Забайкальский Край Город Чита Он регулярно Первые места Занимает По Загрязненности Окружающей Природы Окружающей Среды Ну блин Конечно С такой Природой Это Просто Преступление Успел Успел Прям Тихо Втиху Если даже Толком Комары Не появились Закатик Ну что Наверное Этот видос Будем уже Закругляться Я сейчас Пошел Ускать Ночлег Значит Завтра Завтра Прям С утра Первым делом Я еду На авторынок На авторынок В город Читу В первую очередь Туда Записывать Контент Ну а дальше Уже По городу По городу Так что Не переключайтесь Ждите новые видосы До скорых встреч Пока Субтитры